Сегодня Кустанай живет по архитектурному паспорту, который был принят в конце 2020 года. Предыдущий генплан был принят в 2009 году, но в связи с высоким темпом строительства его пришлось корректировать. Согласно новому документу, основной упор делается на строительство домов в микрорайоне Кунай, береге аэропорта Юбилейный. Кунай должен занять 1300 гектаров. В первой очереди там будет возведено 30 многоэтажек. На сегодняшний день, хочу сказать, еще разыгрался конкурс на разработку проекта детальной планировки второй очереди города Кустаная, в том же направлении, в Кунае, в жилом массиве, на площади 407 гектар. Там будет предусматриваться в основном, наверное, многоэтажная застройка. Что касается района аэропорта, то там введено сейчас 38 домов из планируемых 41, а в Юбилейном – 44 из 47. В этих микрорайонах планируется строительство двух детских садов на 280 мест, но пока неизвестно когда. А в микрорайоне Кунай, помимо многоэтажек, будут выделять земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Порядка 2000 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, но эти земельные участки будут предоставляться очередникам и, скорее всего, тоже по государственной программе, так же, как в Кустанайском районе, в микрорайоне Заречный. Там были построены по государственной программе жилые дома одного архитектурного облика. Из нового генплана исчез и мост, который должен был соединять микрорайон Береке с центром города. Как можно заметить, проблема тут есть. Местным жителям приходится стоять в пробках, особенно в часы пик. Но решение этой проблемы откладывается, так как строительство моста было бы слишком дорогостоящим для бюджета. Было предусмотрено продолжение проспекта Аль-Фараби через железнодорожный вокзал. Но в этом генеральном плане этот вопрос был снят в связи с тем, что, как сказать, нерентабельно, очень большие бюджетные средства необходимо туда будет вложить. Это громадные ресурсы, и потом там земельные участки, много которых освоено, их выкупать, это будет очень дорогостоящее для бюджета местного либо областного. Еще один из пунктов генплана – ветхое жилье. От него Кустанай должен избавиться. Но Гульцарак Осыбаева отмечает, что это дело не одного дня. Процедура сноса старых аварийных домов и переселения людей в новые для госбюджета затратна. Плюс это требует множества согласований. Генеральный план разработан до 2050 года, но вполне вероятно, что его будут корректировать. Прошлый продержался 10 лет. Диара Ахмечина, Риадас Магомбетова, РТН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова